Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма, как громом поражённый. Приятного просмотра! 16-летний школьник Брайан Ньюэлл обожает баскетбол, но, к сожалению, талантом парень обделён, поэтому всё, что ему может доверить тренер, это носить воду и полотенце. Позорную тренировку юноши на камеру сняла его сестрёнка Эшли. Брайан – большой фанат звезды НБА Кевина Дюранта. После игры скромному баскетболисту протянули младенца, чтобы он оставил на нём свой автограф. Не меньше баскетбола юному Брайану нравится школьная красотка Изабель. Она совсем недавно переехала, но Митч, друг Брайана, уже пробил о ней всю информацию. Наш герой решил воспользоваться тем, что новенькая ещё не знает, что он лопух, поэтому отважился подойти к ней и познакомиться. Но прямо в этот момент лучший игрок команды Конор включил видеозапись с неудачным трюком Брайана и опозорил его перед всей школой. Парню пришлось сбежать. Хотя, кажется, Изабель была совсем не против поболтать с этим неудачником. Чтобы поднять сыну настроение, отец предложил ему пойти посмотреть на игру громобоев. Дюран, как всегда, на высоте и рвёт соперника в клочья. Между периодами лотереей будет определён счастливчик, который получит возможность бросить мяч с середины площадки. Им оказался отец Брайана, но он сразу отдал выигрышный билет своему сыну. Если парень сейчас попадёт в кольцо, то выиграет целых 20 тысяч долларов. Конор посмеялся над ним и уже готов снять очередное позорное видео. Брайан собрался с мыслями и кинул мяч. Вот только он влетел не в кольцо, а в голову талисмана баскетбольной команды. Трибуны тут же освистали школьника. Дюрант решил поддержать юношу и подписал для него мяч. «Я бы хотел иметь ваш талант», – сказал Брайан. На что спортсмен ответил, что был бы не против им поделиться. В этот момент произошло что-то необъяснимое. В итоге громобои разгромно проиграли этот матч, хотя до перерыва вели в счёте. А вот у Брайана в корзину залетает всё подряд. Только он об этом пока ещё не знает. Да и пластиковый желудок на уроке анатомии он крутит на пальцы крайне умело. Вечером Брайан вместе с другом пришёл на аттракционы. Новенькая Изабель уже тусуется со спортсменами. Конор безуспешно пытается выиграть для неё игрушку, но мяч никак не хочет залетать в корзину. «Я не хочу, чтобы ты тратил деньги!» «О, пустяки! У моих предков много денег, поэтому для меня это мелочь!» Засранец увидел, что Брайан над ним смеётся, и предложил ему самому попробовать. Юноша сделал невероятно точный бросок, даже не подходя к аттракциону. Конор решил, что во второй раз он точно опозорится. Но мяч снова попал точно в кольцо. Спортсмены расстроились и свалили, оставив Изабель одну. Вручив девушке огромную панду, Брайан наконец смог с ней познакомиться. А вот у Дюранта дела идут из рук вон плохо. Ни один кинутый мяч не залетает в кольцо, что очень расстраивает его агента Аллана. Сам баскетболист уверен, что у него просто спад. Такое со всеми бывает. Брайан кайфует на заднем дворе. Оказывается, он может не только точно закидывать мячи. Дриблинг ему также по силам. Наплевав на законы физики, парнишка даже умудрился сделать слэмданк. Брайан надеется, что теперь-то его точно возьмут в школьную команду. Нет-нет, набор закончен, Билли. Его зовут Брайд. Брайан не стал слушать ворчливого тренера и решил на деле показать, как он хорош. Конор по сравнению с ним полный ноль. Причем как при в игре в атаке, так и в обороне. Тренер с помощником впечатлились и решили лично проверить пацана. Брайан их будто не заметил и закинул в кольцо сверху. Меня зовут Брайан. Брайан. Теперь нужно исправить мнение о себе в интернете. Брайан задумал трюк с машиной. И Митчу эта идея совсем не по душе. Может сделаем это у меня дома? Мы живем ближе к больнице. Но Брайан его не послушал. И перепрыгнув тачку, положил мяч в корзину. Баскетболистка Кэндис также недовольна формой Дюранта. Агент ее раскручивает, как женскую версию знаменитого спортсмена. Поэтому его косяки ложатся тенью и на нее. Так что ему следует с этим что-то сделать. Тем временем Брайан впервые вышел на баскетбольную площадку в качестве игрока. Но Конор его игнорирует и никогда не пасует. Пришлось даже вмешаться тренеру. Наконец мяч попал в руки Вундеркинда. И обведя всех защитников, он сделал свой фирменный слэмданк. Все вокруг стали задаваться вопросом. Кто же такой этот Брайан Юэлл? Вечный неудачник стал пользоваться уважением среди школьников. Пошли дела в гору и у команды Орлов. Чьи болельщики уже забыли, что такое победа. В общем мальчишка стал настоящим героем для всей школы. В то же время баскетбольные эксперты пытаются разобраться в том, что же случилось с Дюрантом. Дело в психологии или технике. В зале Кевина ждала его главная фанатка с помпонами. Его мамуля. Женщина даже принесла сыну его любимый куриный супчик. Брайан, ощутив уверенность в себе, стал подкатывать к Изабель прямо на гоночной трассе. Параллельно Дюран пытается хоть что-то сделать во время съемок рекламного ролика для Найк. Но даже после 50 дублей у него ничего так и не вышло. Все вокруг понимают, что это уже не спад, а скорее всего конец карьеры. Алан переключал каналы и попал на сюжет о талантливом пареньке, который по мнению экспертов может стать новым Кевином Дюрантом. Он, наверное, украл у Кевина Дюранта талант. Будем надеяться, он его вернет. Агент решил сравнить технику обоих игроков. Сначала на записи, а затем и вживую, посетив игру юного дарования. Внимательно следит за его игрой и Изабель. Думал, она тебе машет, да? Заткнись. Алан не может поверить своим глазам. У пацана такие же фишки, как и у Дюранта. Теперь осталось убедить спортсмена, что это пацан украл его талант. До их встречи школьник был мазилой, а теперь лучший игрок Оклахомы. Я будто наблюдал за тобой, когда ты был пацаном. Но Дюрант верить в подобную чушь отказывается. Тогда Алан решил побеспокоить Брайана прямо во время свидания с Изабель. Мужчина представился и не забыл упомянуть, что он агент самого Кевина Дюранта. Пол дела сделано. Далее Алан заманил в школу своего клиента. Якобы это специальная программа по работе с учениками. Когда к ним подошел Брайан, Алан проследил, чтобы звезда и школьник как можно крепче пожали друг другу руки. Теперь нужно проверить наличие таланта. Агент дал Дюранту бумажку, но тот промахнулся и не попал в ведро. Возможно, им просто нужно подольше побыть рядом. Брайан этому только рад и не отлипает от своего кумира, даже забив на лучшего друга Митча. Тренер же хвастается перед профи, как однажды набрал целых 21 очко во время игры против другой школы. А еще это именно он вывел Брайана на новый уровень. Дюрант злится на своего агента. Тот притащил его в школу, а ведь сегодня у него игра. Лучше бы он нашел способ помочь ему. У Брайана сегодня также матч. Он совсем перестал пасовать мяч ребятам из команды. Разве что сделал исключение для лица Конора. Пацан разозлился и полез на него с кулаками. Тренер просит его смириться. Он также был звездой команды. Но потом его сменил сам Майкл Джордан. И тренер смирился с этим. Серьезно? Нет, но история прикольная. Со смыслом. А вот громобой на грани провала из-за проблемного Дюранта. Теперь Брайана постоянно окружает толпа фанатов. И ему некогда уделять внимание Изабель. Он даже не заметил, когда девушка ушла с вечеринки. На телефонные звонки друга он также не отвечает. К Брайану подошел Аллан. И потребовал вернуть Дюранту его талант. Ведь до встречи со знаменитостью пацан даже не играл в команде. А теперь в среднем за игру набирает по 50 очков. На самом деле мальчишка просто обманщик. Который сам не хочет взглянуть правде в глаза. Прошлые сезоны Орлы были на дне. Но сейчас осталось выиграть всего одну игру. И тогда они выйдут в плей-офф штата. Впервые в истории команды у Изабель больше нет желания общаться с Брайаном. По крайней мере до конца баскетбольного сезона. Он был совершенно другим, когда они познакомились. Ой, да брось! Слушай, не будь всего этого, ты бы на меня не посмотрела. Только из-за баскетбола и заметила. Вот только она на него обратила внимание еще в первый день, когда перевелась в школу. Брайан же снова выбрал своих фанатов, а не Изабель. Но после все же задумался, честно ли он попал в команду. Каковы были мои шансы попасть в команду? Не больше, чем у Пита Стикни. Он же слепой на один глаз. Тренер пытается вдохновить загрустившую звезду. Ведь без его таланта команда не сможет выйти в плей-офф. Однако Брайан решил все сделать по-честному. И сам позвонил Аллану. Он намерен вернуть талант своему кумиру. Для начала Брайан решил показать Дюранту, насколько он хорош в игре один на один против него. Наконец спортсмен признал, что все это ненормально. И возможно агент все-таки прав. Аллан попросил их взять в руки мяч и повторить все, что они говорили в тот момент. Но план не сработал. У грамобоев также последняя и важная игра в сезоне. А Дюран все еще не попадает в кольцо. Какой бы он ни был суперзвездой, но видимо его придется убрать из состава. Брайан извинился перед Изабель. И рассказал, что обрел талант знаменитого баскетболиста. А его бездарность перешла к нему. Пытаясь убедить девушку, Брайан показывал ей разные ролики. В том числе и его ужасный бросок середины площадки. И тут парень понял, что нужно сделать, чтобы вернуть талант Дюранту. Ему нужно успеть до того, как грамобой доиграет свой матч. Парень въехал на арену прямо на велосипеде. Брайан достал мяч и снова кинул его в голову Бизона. Вот чего им не хватало для успешного ритуала. Теперь Дюран попросил таланту пацана. И через мяч снова прошел электрический разряд. Дюрант вернулся в игру и ситуация на площадке сразу изменилась. Ведь их атакующий игрок наконец пришел в форму и принес победу своей команде. А вот для старшеклассника Брайана сказка закончилась. Мяч в корзину больше не летит. Зато он наконец вспомнил о существовании своего друга Митча. К парню подошла Изабель. Она смотрела вчерашний матч и видела, как Брайан влетел на площадку. После этого Дюрант будто преобразился. Получается, Брайан говорил правду. Вот только что ему делать со своей игрой. Тренер вдохновляет ребят на победу. Он тоже многим пожертвовал ради этого момента. Шесть лет назад он мог стать заведующим отделом в супермаркете, но выбрал тренировать школьников. А вот Брайан вдруг попросил ребят сильно не расстраиваться, если они вдруг проиграют. Матч начался. Конор, как всегда, пасанул на Брайана, но тот зачем-то выкинул мяч в аут. Попытка попасть в корзину ожидаемо успехом не увенчалась. Во время таймаута Брайан попросился в запас, но тренер отказывается заменять главную звезду. Ему нужно просто собраться. Однако даже в самой простой ситуации Брайан не смог закинуть мяч в корзину. Всю игру на себя взяли его партнеры. При этом Орлы уже проигрывают 12 очков. Тренер посоветовал Брайану играть как может, если он не способен играть как прежде. В этот момент в зале появился Дюран с агентом, которые пришли, чтобы поддержать пацана. Брайан предложил остальным игрокам включить максимальный прессинг. Может у них сегодня меньше таланта, но они попробуют победить за счет страсти и упорства. Орлы не дают своим соперникам продохнуть и борются за каждый мяч. Это дало свои плоды и отставание в счете стало резко сокращаться. Брайан даже не пытается бросать в кольцо. Это отлично выходит у его партнеров по команде. До конца матча осталось меньше 10 секунд. Орлы отстают на 2 очка. Мяч оказался у Брайана и отдавать пас ему уже некогда. Поэтому юноша решился на 3-очковый бросок и мяч чудом залетел в корзину. За игру он заработал всего 3 очка, но они оказались победными. Позже он пришел на тренировку Дюранта. У того снова залетает в кольцо каждый мяч. Брайан упорно тренировался и теперь тоже кое-что умеет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...